За 7 лет я так и не смогла его полюбить. Жила ради детей, за это время много раз обижал, был меня. И несколько раз уходила и возвращалась. Желаний идти дальше в медицинскую медицину нет. Дедушка предлагает совсем не учиться. Говорит, что диплом просто будет валяться. Денег на что-то свое нет, работаю продавцом. Приехать и взять ипотеку с материнским капиталом, двух или трех комнатную квартиру и сдать. Отец много употребляет спиртное. После он не умеет себя контролировать. Это продолжается уже многие годы. Поприветствую вас. Спасибо, что смотрите наш канал по темам взаимоотношений. Большое спасибо. Сдавайте актуальные вопросы, с удовольствием ответим. Ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям, кому вы желаете счастья. К вашим услугам. Посмотрите, пожалуйста, внизу рубрика есть. Почта, куда можно задавать вопросы. Сейчас хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые пришли нам по смене отношений. Вопрос такой, ассалам, алейкум, меня зовут Севара. Мне 28 лет, мама четырех детей, дочерей, дочек. В данный момент я не живу с мужем, ушла от него. У меня такой вопрос, как полюбить мужа, как поблагодарить, заботиться о нем. Если не любишь всем сердцем, за семь лет я так и не смогла его полюбить. Жила ради детей, за это время много раз обижал, был меня. И несколько раз уходила и возвращалась. Если честно, я сильно не хочу возвращаться. Даже ради детей. Он очень сложный человек, его сложно понять. Он очень злопамятный. Всегда напоминает мне о моих прошлых ошибках. Я не хочу провести всю жизнь с таким человеком, если честно, я так спокойно, что ушла от него. Но детей жалко, скучай по отцу. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Севара, если вы видите, что вы не любите его, не обманывайте себя тогда, тогда не идите. Если вы видите, что вы его не любите, если вы видите, что он поднимал руку вам, если вы видите, что он постоянно, когда вы вернулись, не был благодарен и не изменился, тогда не надо возвращаться. А ради просто детей жить, а себе крест поставить, тогда ваше тело будет болеть, ваша жизнь потеряет смысла. Этого не надо делать. Детей надо любить, детей надо уважать потом. Если сейчас вы ради детей будете жить, а завтра дети вырастут, И чуть-чуть они, если будут не оправдывать ваши ожидания, вам еще будет сильнее больно. Вы будете думать, что я всю свою жизнь посвятил вам детям, а вы меня загоняли в угол, теперь вы меня не сените и так далее. У вас будет очень большая обиды на детей, поэтому еще хуже будет. Поэтому вы должны спрашивать свое сердце. Если вы можете его любить и простить, идите с ним живите. Если нет, тогда не надо возвращаться, потому что будет вам тяжело. Я же про ваши письма пишу, что вы уже приняли решение все равно туда не вернуться. Поэтому ваше решение, оно все равно остается для вас. Поэтому правильнее. Оставайтесь там. Не идите. Если он так не сенит вас, тяжело вам и так далее, тогда зачем вам испортить оставшую жизнь себе. Ассалам алейкум, мне 19 лет, я из Казахстана. Подскажите, пожалуйста, как будет в этом году, я заканчиваю медицинский колледж. Желаний идти дальше в медицинский нет. Нет, дедушка предлагает совсем не учиться. Говорит, что диплом просто будет валяться. Все его сновья, то есть мои дяди и так далее, имеют в своей гостинице. Меня тоже что-нибудь построят, построят. Меня что-нибудь построят, но денег не так много, более 100 тысяч долларов. Но это учитывая, что еще у нас нет собственного жилья. Не знаю, как хочу, не знаю, кем хочу быть и чем заниматься. В первую очередь, обязательно ли идти в университет? Огромная благодарность. Дорогой мой, не обязательно прямо сейчас пойти в университет. Но когда-нибудь надо пройти. Почему? Потому что учеба тебе хорошо помогут. Знание тебе хорошо все равно поможет. Пойми правильно. Когда ты учишься, тебе легче принимать решения. Ты даже элементарный. Прости вещи, которые в жизни тебе нужны. Это ускорит твой рост и помогает. Понимаешь, я в самом начале не мог учиться. Я бросил три вуза, потому что денег не было учиться. Потом, со временем, когда у меня дела нормальные пошли, я начали учиться и так далее. Но когда я начал учиться, я начал заметить, что если я учился бы заранее, мне было бы проще. Я до сих пор учусь в дальний момент. Я вечера госэкзамен сдавал. Я тоже студент. Это восьмой мой диплом. Но я же, видишь, постоянно учусь. Без этого никак. Я бы рекомендовал тебе, иди учись. Несмотря на ничего, иди учись. А параллельно потом делаешь бизнес. Здравствуйте, Саимурод Рожжавович. Меня зовут Наталья. Мне 40 лет. Два дочки. Живу без мужа. У меня такой вопрос. Я приехал в Россию, с Ташкента, с Кореи буду. Скоро будет паспорт российский материнский капитал. Денег на что-то свое нет. Работаю продавцом. Как будут документы на руках? Хочу поехать в Южную Корею на заработки для стартового капитала. Приехать и взять ипотеку с материнским капиталом. Двух или трехкомнатную квартиру и сдать. Пожалуйста, скажите, какой я должен стать, чтобы у меня все получилось. Заранее благодарю вас с уважением, Наталья. Дорогая Наталья, идея о том, чтобы поехать в Корею, зарабатывать, вернуться, а потом покупать квартиры, сдавать их в аренду и так далее. Это хорошая идея. Хорошая идея на самом деле. Но я бы рекомендовал, что если вы стартовый капитал зарабатываете, придете, сначала делайте бизнес. Попозже потом покупайте квартиры, сдавайте. Потому что когда вы покупаете квартиру, рентабельность будет очень небольшая, рентабельность будет очень низкая. Например, 3-5% или 6% годовых. И она очень низкая процент, глядя на недвижимость, которую вы покупаете. То есть, соотношение суммы актива и так далее. Сначала делайте бизнес, потом от прибыли покупайте, сдавайте. Это хорошая идея. Поэтому делайте, чем не делайте. Делайте все равно выигрыши. Асаломик Асадмурадовлад, меня зовут Бехруза, я из Таджикистана. У меня в семье такая проблема. Отец много употребляет спиртное. После он не умеет себя контролировать. Это продолжается уже многие годы. Не знаю, что делать, как я могу помочь отцу. Понимаете, вам надо найти причину, почему он пьет. Человек пьет, потому что он нереализован. Поддерживайте его, поговорите с ним, найдите его жизненные цели. Помогите ему формировать жизненные цели. Тогда он перестанет выпить. Мой брат тоже иногда выпил. Пока до тех пор я не нашел для него жизненные цели. Помогать надо человеку. Иногда человек не знает, что хочет от жизни. Он думает, что просто покушал, работал, семью кормил. Это является самым важным. Поэтому поработайте с отцом, поговорите с ним, выясните его мечту. Его неизбившие мечты очень сильно гоняют его, чтобы он пыл. Поговорите с ним, вы найдете, с чем, как поработать. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Кому вы желаете счастья, смене счастья. Спасибо, что смотрят нашу рубрику. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин